Итак, снова здравствуйте! Сегодня продолжаем тему сигнальных ракет. И я вас познакомлю с SP-81, сигнальный пистолет Шпагина и разные виды вот таких вот многозвездных ракет. Я уже показывал, как они летают. Это РОП, реактивный осветительный патрон. Есть СХТ-40, которая со свистом сигнала химической тревоги. Есть с парашютами, есть высотные, которые там до километров взлетают, такие толстые, длинные. Есть ЗДП, зажигательный дымовой патрон. То есть, с одной стороны дергаешь, он просто дымит, с другой вылетает, летит и горит. Используется для поджигания разных объектов. Но о них чуть позже. Начнем с интересного. Сигнальный пистолет Шпагин. Собственно, что это такое? Сейчас все увидите. Итак, сигнальный пистолет Шпагина. Сделан по типу пистолета. То есть, есть более длинные стволы. В основном использовался на аэродромах для подачи сигналов самолетам. В частности, во Вторую мировую войну. На основе этой схемы была сделана у немцев растяжка сигнальная. То есть, использовался патрон, ствол, заряжался ракетами. Причем, когда я начал изучать, какие сигнальные ракеты были у немцев, ребята, это просто сказка. То есть, там и дымовые ракеты, и все цвета радуги, короче, со свистом, блесками там и прочее. Меня прям радовало. То есть, в них, видать, какая-то система подачи сигналов была на основе вот этих вот штук. Ну, короче, как работает. Вот здесь кнопочка. На нее нажимаем, открывается ствол. Автоматически выдвигается вот такой вот боеприпас. 1984 года. Цвет нарисован, да? То есть, они тоже бывают разных цветов. Ну, тут находится вот такой вот медный стакан, который вылетает, наверное, метров на сто. Зажигается, падает, горит. То есть, никаких парашютов нет. Центрального боя живело. Собственно, что в нем интересного? То есть, почему эти пистолеты сейчас пропали? Потому что был разработан патрон, в который кладут несколько резиновых шариков. И службы МВД Росгвардии применяют его для разгона демонстрантов. Соответственно, он автоматически был как бы просто сигнальный, валялся у всех дома, тыры-пыры. А сейчас они, ну, вот эти вот номера нужно регистрировать в своем билете, да? То есть, получать документ, как на оружие травматическое. Собственно, ствол гладкий. Буквально патрон, вот у меня, не доходит 3 сантиметра. То есть, это дает ему направление. Загружается. И если нажать на спусковой крючок, ничего не происходит. Потому что нужно взводить его. Взводить и отсутствует предохранитель. То есть, если мне надо сбросить его, я нажимаю на курок и медленно довожу его вперед. Все. Вот, по-другому никак. То есть, если взвести, то происходит выстрел. Здесь есть крепление на шнурок. К нему идет довольно такая большая кобура. Довольно толстая. В основном ценится чуть подольше стволы. Вот. Потому что были разработки для, типа, охоты на мелкую дичь патронов. Потому что это можно переделывать, заряжать патроны. Это по типу же охотничьего. Картонные гильзы. То есть, схема такая же. Но, как-то это не распространилось дело. Вдобавок, все эти изобретения, самопалы. То есть, вы знаете, к чему приводят. Как разобрать, чтобы почистить. Вот здесь есть кнопочка. На нее нажимаем. И у нас отстегивается ствол. Здесь вот вы видите ударно-спусковой механизм. То есть, баек. Вот. Все эти вот пружины. Система взвода. То есть, баек практически не высовывается. Чуть-чуть вот при ударе накалывает. Он туповатый такой. Байки острые. В основном на минах только ставятся накалывающие устройства. Капсюль детонирует от тупых таких бойков. Здесь все очень просто. То есть, по сути, если можно было менять ствол. То есть, можно поставить на эту систему ствол, который будет более длинный. Вот. Здесь все очень просто. Ракеты такие сейчас продаются на форумах. Средняя цена 150 рублей. Теперь, что касается самозащиты. То есть, тот, кто думает, что он выстрелит из этого пистолета и повредит человека. Я могу сказать сразу же. То есть, ну, помимо законодательства, да, есть еще законы физики. Вот если у вас попадет вот такой вот маленький камешек, который не из пушки выстрелили. Он вам что-нибудь причинит? Я думаю, что, ну, синяк максимум. Вдобавок, то есть, были желания, конечно, пострелять по разным объектам. То есть, дистанции 10 метров. Отдача сумасшедшая подбрасывает руку. И попасть в машину очень тяжело. Не только ли попасть там в человека, который еще и движется там, сделает шаг влево-вправо. То есть, вариантов никаких практически. Поэтому система перезарядки довольно долгая. Взводить, да, то есть, не очень это все удобно. Сигнальные ракеты, которые РОП сейчас сняты с производства. Они, он 89-го года, Ажин. Довольно, ну, старые. Поэтому летают криво. Некоторые просто не взлетают. Некоторые улетают и не загораются. Вот. Это все, как бы, мы уже к этому привыкли. На их смену сейчас пришли покороче чуть-чуть ракеты. Потолще, с парашютиком в пластиковом корпусе. То есть, у меня братан упал в воду с этими дымшашками, ракетами. И все потом повыкидывали. Потому что картонный корпус, он промыкает. Все равно попадает вода. Несмотря на то, что здесь находится такая резиночка. Внутри кольцо, терочный шнур. Сюда еще обычный какой-то типа солидола намазывают. Это цвет ракеты. Плюс, сколько звезд раскроется. Но, одному богу известно, сколько раскроется здесь звезд. Довольно простенькая по весу. Есть намного тяжелее. Что касается стрельбы горизонтально. Бывают, что ракеты падают на землю, крутятся и улетают в свою сторону. Абсолютно любую. Ракета старается набрать высоту даже при стрельбе горизонтально. Как она устроена? Там нет никаких пороховых зарядов. Это не как патрон сделано. То есть, там прям ракета в алюминиевом корпусе. Двигатель у нее находится один сзади, один сбоку. Ракета раскручивается, тем самым увеличивая дальность полета. Вращающийся предмет летит намного выше. Соответственно, внутри у нее термитный состав. То есть, такой же, как примерно на фальшвейерах. В зависимости от цвета. Там разница небольшая. Когда она набирает высоту, пороховой заряд догорает до него. Дает хлопок, корпус разрывает. Загораются все вот эти вот ракеты. Они рассыпаются. То есть, три звезды получается. И она падает вниз. Летит примерно вот такая вот металлическая стальная болванка. То есть, по башке может прилететь. В СКТ-40 эта болванка уже размером, как вот эта ракета. То есть, падение на человека. Ну, то есть, крышу пробить в доме может. Поэтому они как бы не... Их особо не любят. Я так скажу. Как бы запрета на них нет. Это сигнальное устройство для подачи сигналов. Даже сейчас ГИМС обязует иметь фальшвейеры, ракеты на лодках разные. Но, во-первых, срок годности уже. То есть, краска даже слазит уже. Что тут говорить? И почему их еще не любят? То есть, бывает, что... Ну, не было у меня случаев вообще. Я их отстрелял, знаете, прям... Ой! Ну, не сказать, что чемодан, но очень много. Вот, больше точно. Вот. Не было у меня случаев, что она детонировала там. Как-то странно прожигал корпус, взрывалась в руке. Такого не было. С дымшашками были. А вот с этими ракетами нет. При падении они тоже не детонировали. При ударе не детонировали. Вот. То есть, были просто случаи, когда выдираешь, она не срабатывает. И такую херю лучше сразу закопать. Хотя были умельцы, которые разрезали вот здесь корпус. Вынимали эту ракету. Ее разрезали. Там доставали этот фальшвер. Вот этот, по сути. Вот. И его уже там зажигали от пороха. На земле уже он горел. То есть, это вам экстренно. Если у вас нужно падать на земле, ничего нету, ракета не сработала, корабль проплывает мимо, вы можете вот такую фигню попробовать. Но это на ваш страх и риск. Я как бы стараюсь подальше держаться от всех этих самоделок, переделок, блин, там, экспериментов нахрен, короче. То есть, не сработало, закопали, все забыли вообще. То есть, вот. Собственно, на сегодня все. И так, время уже много. Большое спасибо за внимание. Всем пока.